Здравствуйте! Вы на канале Дневник Нищеброда и сегодня я рассмотрю очень важную тему YouTube для бизнеса. Самая первая задача, которую мы должны поставить перед собой для того, чтобы понимать, о чем рассказывать нашим зрителям, это собрать 10 самых главных болей в сфере, в которой вы имеете свой бизнес. Далее с помощью Яндекс.Вордстат или Гугл подсказок мы собираем высокочастотные отдельно и низкочастотные ключевые слова, которые могут охарактеризовать те темы, которые мы уже рассмотрели. Далее мы приступаем к записи видеоролика. И самый важный момент это заголовок. В нем должны быть как ключевые слова, которые мы подобрали, так и в принципе тема, которую мы рассмотрели. Но при этом всем мы должны добавить того самого перца, то есть цепляющие формулировки, цепляющие слова, чтобы человек захотел кликнуть на это видео. Например, как с нуля сделать дизайн интерьера вашей квартиры. Увеличить силу этого заголовка настолько, чтобы человек из 10 видео выбрал именно наше. Говоря о форматах видео, я бы рекомендовал вам мешать видео статичное, типа говорящей головы, как сейчас у меня, и динамичное, которое с обычной селфи-камерой на мобильном телефоне, и вы показываете что-то в движении и наглядно. Я не могу сказать, что я в этом эксперт, но все очень сильно обращают внимание на мою жестикуляцию. И я в свою очередь делаю некоторые усилия для того, чтобы ее применять. Но я не лучший пример, я не могу сказать, что я прям хорошо жестикулирую, но жестикуляция очень важна, поскольку она добавляет динамики в кадре. Итак, мы продолжим дальше. Самое важное это первые 5-7 секунд видео. В них мы должны посадить зрителя на крючок, такая себе завлекающая информация, которая заставит его смотреть дальше. Следующим этапом должно быть углубление боли, раскрытие ее. Человек должен почувствовать, что речь именно о нем, о его боли, о его проблемах. Мы их углубляем. Дальше мы даем человеку решение сжато и конкретно. Следующим этапом должен быть обязательно призыв к действию. Например, оставьте свои данные для того, чтобы специалист приехал к вам на замеры. И завершающий этап. Финал фрейм. Это такая плашка, на которой мы размещаем видео, которое рекомендуем к просмотру. Возможно, это немного усложнит ваш монтаж, но я рекомендую вам создать вставку на 1,5 секунды, которая при разрыве тем, при слишком больших переходах от одного к другому, как бы разбавит и нормализует атмосферу и понимание человека, который будет смотреть это видео. По мере выдачи контента, также вы можете вставлять некие призывы промежуточные. Например, посмотрите наше портфолио и какой-то баннер, какая-то плашка с озвучиванием этого призыва. И параллельно, безусловно, мы пользуемся подсказками и говорим о том, что в описании видео вы увидите ссылку на то-то и то-то. Если в самом видео вы озвучиваете уже конкретно какое-то предложение, то посадочная страница, будь то лендинг или обычный сайт, вы должны говорить тем же языком. То есть, это должна быть схожесть в оформлении, в фразах, для того, чтобы человек лишний раз не думал. А теперь немного об оптимизации. Дело в том, что все равно, если мы говорим о Яндекс.Вордстат, то там запросы не совсем такие, как в самом Ютубе. В Ютубе запрашивают немного другие вещи. И косвенно с помощью сервиса Keyword Tool мы можем старгетировать подбор ключевых слов именно на Ютуб и даже на страну, например, Россию, или Украину, или Беларуси. И эти ключевые слова будут более целесообразны. Так что я рекомендую вам Keyword Tool. Безусловно, за нее придется либо заплатить, либо довольствоваться половиной выдачи. Про заголовок мы уже говорили, и теперь я поговорю про описание. В первой строке, как правило, стоит отдублировать наш заголовок. После чего мы размещаем призывы к действию с ссылками на сайт лендинг. Если вам не лень, и вы подходите ко всему профессионально, то я бы посоветовал вам UTM-метки. Сам же я не использую UTM-метки, поскольку мне нравится название моего сайта. Я выбрал короткий домен, и он является частью брендинга. Там нет лишних слов. Приступаем к описанию видеоролика. К тому блоку текста, который содержит ключевые слова. Например, мы выбрали 5 ключевых слов, и далее мы пишем по 2 предложения на каждое ключевое слово. Тем самым у нас стабильно выходит кирпич текста из 10 предложений. Для любителей углубляться и действовать на 100%, я предложу еще одну схему. Помимо описания самого видеоролика, следующим блоком мы ставим ключевые слова и описание, например, раздела какого-то, плейлиста. А третьим блоком берем то же самое действие, те же там подобранные ключевые слова, то же описание, но уже на сам канал. То есть у нас получается иерархия ролик, плейлист канал на каждом видео. Не лишним будет в следующих строках призыв к подписке на канал. А также я в своих роликах добавляю блок из ссылок на все соцсети. Еще немного касательно оформления канала. Очень важно, если вы используете какой-то из стилев в тех самых баннерах, которые призывают к каким-либо действиям во время видеоролика, добавить в той же стилистике любые дописи, та же ставка полтора секундная, и сама шапка должна быть в похожем, каком-то аналогичном стиле, и аватарка, и рекламный водяной знак. Все должно быть в единой стилистике, и она должна показать углубленность. То, что это не поверхностные каналы, это серьезный ресурс, в который вы вкладываетесь не только своими роликами, а и обрамляете это в красивую рамку. Если углубить тему шапки канала, то здесь, безусловно, должен быть логотип. Также здесь должны быть призывы к действию, например, портфолио, посмотрите здесь. Можно добавить даже стрелочку. И опционально, если у вас есть возможность выпускать ролики в одно и то же время, указать его так же. Ну, например, по четвергам в 4 часа. Итак, на этом все. Я сказал вам весь тот опыт, который я отработал по YouTube в сфере бизнеса, и выложил вам в этом видеоролике. Надеюсь, он полезен. Подписывайтесь на канал. Здесь будут немного другие видео в основном, но этот блог я считаю достаточно полноценным, и все домыслы относятся именно к вашей тематике. То есть, общее указание, которое исчерпывающее в этом видео есть. Впитайте их на 100%, и все остальные вопросы вам будут ясны. Всего доброго. Живите богато. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!